Доброе утро, мои дорогие зрители! Хочу поделиться с вами новостями. Ветер у нас, море как пришло, посмотрите. Видно, пострадали зонтики, потому что они только приготовили для пляжного сезона всё. А тут, видно, накрыло волной вчера ночью. Такой туалет красивый с раздевалками здесь поставили. Капитальный сделали. Волна не придёт туда. И работают все с утра. В понедельник я решила выйти по набережной. У вас бывает такое состояние, когда вам лень что-то делать? Вот у меня сегодня непонятно, что было с утра. Проснулась без десяти шесть. Прямо засыпала на ходу. Ну, конечно, я вчера ночью в два часа не буду посыпать. Конечно, у меня будет такое непонятное состояние. Сегодня понедельник и базар у нас. Много дел других тоже. Так что скучать не придётся мне. Да, я никогда не скучаю. Полицейский смотри. Может, на велосипеде покатаюсь, если там есть? Один-две штуки есть. Что-то неохота идти сегодня ходить. Вот такая ленивая в понедельник. Сейчас с моего базара шла. Смотрю, там арбуз 15 лир килограмм. Никак не падает с ума. Ну, всё, пойду я, мои дорогие. Дальше. Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге я рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45-ти. Показываю плюсы и минусы Мерсина. Свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисованием нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. В сторис моя каждодневная жизнь красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал. От меня вам 100% польза, позитив и хорошее настроение. А также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, ваша Светлана. Понедельник, базарный день и день покупок. Ещё и пенсию получили. Поэтому мы быстренько-быстренько пошли их тратить. Хотя, знаете, что говорят? Что когда ты получаешь деньги, нужно, чтобы они у тебя сутки подержали. Но мой муж вчера получил зарплату, поэтому сегодня можно. Что я могу сказать? Цены в Турции подорожали в три раза. Но жизнь продолжается. Мы должны кушать. Но всё равно, когда смотришь ты на изобилие того, что есть, глаза разбегаются. Кстати, мы только пришли, опоздали с базаром, так как с друзьями ходили по делам. Поэтому фруктов почти не было. И мы полную сумку еле притащили. И сейчас мой муж пошёл снова. Может, что-нибудь принесёт толковое из фруктов. Мы делали сегодня покупки в Аюзбире. Я всё вам покажу, мои дорогие. И полностью мы где-то потратили около 600 лир. Вот это вот 600 лир. Но, с другой стороны, мы закупились. Мы так делаем с мужем. Когда я хожу, мы закупляемся в большом количестве всего. А потом докупаемся. По чуть-чуть всего немножко. Я купила нанэ. Мой муж не любит. Я его обожаю, это раз. Во-вторых, мой муж купил сегодня мне в Аюзбире такую бутылочку. И я буду себе делать мохито. Сейчас я вам покажу. Я поставила воду в холодильник. Вот такая вот бутылка. Внутрь, значит, сюда можно лимон. Видите, лимон, нанэ. И у меня будет такой напиток. Буду носить с собой. Я мечтала о такой бутылке. У меня есть несколько. Мечты сбываются, да, постепенно. Так, мои дорогие. Сегодня на базаре мы купили баклажаны по 6 лир. Нормальная цена 6 лир. Уже сезон баклажан. Так что вы поспевайте их покупать. И огурцы. 3 лиры килограмм. Огурцы мне очень понравились. Дальше. Лимоны по 3 лиры. Лимоны старенькие. Новеньких не было еще зелененьких. Ну, нормально, я считаю. По 3 лиры килограмм. Посмотрите. Купили мы полкило грибов. Грибы 30 лир килограмм. Помидоры, помидоры. 12 лир килограмм. Я купила вот такие на веточке и маленькие черри. Половину того, половину того. Так, мы с мужем решили прятать на зиму, прятать на зиму в холодильнике, в морозилке горох. Так как мы его часто используем. Я особенно делаю супы разные. Поэтому мы купили 2 кило. И положу в холодильник, когда надо будет, использую. Вот завтра будем чистить. Сегодня не будем делать. Мы также взяли 8 лир килограмм у женщины. Она с деревни. Разный такой болгарский перчик. Он 8 лир килограмм. Яблоки он взял, кажется, 8 лир килограмм. Такие яблочки. Бананы, по-моему, 17 лир килограмм. Я буду делать сладкое мухолеби с бананом. Я вам это все потом покажу. Рецепт тоже. Перец горький. 20 лир килограмм. Вот такой 20 лир килограмм. А вот такой вот 10 лир килограмм. Что мы еще купили? Мушмала. Мушмала. 10 лир килограмм. Лук. Лук 5 лир килограмм. Свежая картошка 9 лир килограмм. И чеснок старый. Вот это вот 10 лир. Хороший чеснок, полный. Есть за что отдавать 10 лир. А Даши не жалко. Самое дорогое, самое дорогое, самое дорогое, это сыр и маслины. Маслины сегодня по 45 лир. Мой муж вот берет. А, от сыра все потекло. Вот такие берет. 45 лир килограмм. Он сказал, что неделю назад было дешевле. Я купила себе лор пинир. Лор пинир это творог. Мне очень понравился. Жирный такой. Вкусный. И вот наш сыр, который мы покупаем на хачапури. Знаете, какой я беру? Все потекло тут в сыру. Он продается в таких больших коробках. На Д называется. Де нитлик, что ли. Вот такой сыр. Он очень вкусный. Подходит для хачапури. Я даже не знаю, сколько он стоит. Килограмм 70 был неделю назад. Или две недели. А сейчас не знаю. Все дорожает с каждым днем. Что касается базара. Так. А в Юзбире мы купили вот такие новые подносики. Старые я сейчас распрощаюсь с ними. Такие обычные подносики. Мне так понравилось. Расцветочка. Очень понравилось. Купила себе такую небольшую доску. для нарезания овощей. Тут у меня есть она деревянная. Это вообще. Мне так понравился этот помидорчик. Был еще и апельсин, но я выбрала помидор. Купили мы вот такое кофе. Оно дорогое. Но очень вкусное. В Турции вот я вот просто рекомендую. Покупайте его. 32,50 стоит. 32,50 стоит. Очень вкусно. Очень. Есть и маленькие пачки. Вот она. Вот в таких пачечках. Одна пачка стоит 12,50. Вот, смотрите. 12,50. А мы взяли 250 грамм. Вот такую коробку. Очень вкусное кофе. Следующее, что мы купили. Я купила вот такие вот стаканчики пластмассовые для кофе. Ну, куда-то поехать или что, чтобы было приличное для кофе. Так, следующее. Мое любимое Нес-кафе. В Турции я пью вот такое Нес-кафе. Оно мне очень нравится. Просто я утром балдею. Без него никак мое утро не начинается. Так как я стала заниматься выпечкой, то я подкупила припасы для этого. Это сахарная пудра. Она 5,90 стоит. Сахарная пудра выглядит так. И крахмал кукурузный. Там был пшеничный, но я купила кукурузный. Не знаю, в чем разница. Ну, вот я такой купила. По 5, по 6 лир они стоят. Вот такие сливки купили. Я вообще другие покупаю, Несли, но не было. И купили, что есть, да. Какая разница. Так, что мы еще купили? Молоко купили. Молоко я буду мухолеби делать. И яйца купили, девочки. Шарики там купили. И яйца. Вот. 30 лир. Сейчас очень дешево. 30 штук. Ну, все. Так, смотрим. 267 лир в Юзбире. Бутылка стоит 22, кажется, моя для воды. Эти стаканчики по 3 лиры, кажется. Кажется, не помню. Вот такие покупочки у нас сегодня. Сейчас я буду переодеваться и готовить ужин. И не знаю, что готовить. Я сегодня, когда пришла с набережной, каталась на велосипеде, почувствовала такую резкую головную боль. Посмотрела, что у меня немножко поднялось давление. Давно у меня не было такого, если честно. И мне пришлось даже выпить папазол. Папазол меня спас. Хорошо, я сделала очень много запасов его. И не пью же последнее время. И это от того, что я мало сплю. И после того, как мы с мужем позавтракали, я заснула. И поспала час. И у меня пришли силы. И вообще по-другому себя чувствую. Так что вот такое бывает. И выспалась. Я сейчас буду что-нибудь приготовлю. Себе, наверное, какой-нибудь суп приготовлю. С кабачком, с морковью, как всегда, с горошком, может быть. Ну, а мужу он попросил плов из булгура. Ой, а мы же купили с ним печень. Кстати, очень интересно, а где печень? И мороженое мы не донесли. Мы купили с ним печень и мороженое. А ну-ка, может, он холодильник положил уже. А, друзья, какой у меня внимательный муж. Я аж перепугалась. Вот мы купили такое мороженое. Любим его. И печень. А на днях он мне принес вот такое мороженое. Вот сейчас я его и съем. Вот. Даже принес вафельные стаканчики. Вот. Вот такое мороженое у нас есть. Летом мороженое у нас всегда есть. Так что гостей есть чем угостить. Ну, все, мои дорогие, буду заканчивать. Надеюсь, вам понравился этот обзор продуктов, цены. Вы меня, кстати, спрашивали, кто-то там спрашивал, под колом про шопинг. Вы знаете, у меня столько вещей, дай бог, чтобы я их сносила. И хорошо, что у нас сейчас девчонки появились, есть куда ходить. Очень много у меня. Вы сами увидите. Ну, вот никак не снашиваются они. Только я хочу приобрести, например, босоножки какие-нибудь и очки. А так у меня достаточно всего. Куда эти шмотки размножать? Я люблю шмотки, но когда ты работаешь, каждый день ходишь куда-то, это совсем другое положение. И нужно тебе очень много шмоток. А когда у тебя есть шмотки, ты их даже лето проходит не одеваешь, вот тогда становится очень обидным. Ладно, куплю я шмотки, когда у меня будет желание. Я вам обязательно покажу. Сколько возни с этими покупками, никак не разберу. Вот смотрите, какой вкусный творог. Очень вкусный. А это прямо как санемчика грядки. Такие же у него тоже перчики у родителей мамы Эндера. Так, вот наш горошек. Будем чистить его и прятать в холодильник. Прятать. Для чего? Чтобы зимой мы кушали. И такие вот помидорчики. Не знаю, сладкие они какие. Ну вот какие есть. Сразу я оливки в банку переложила стеклянную. Огурцы. Обалденные огурцы. 3 лиры килограмм. Ну вот, грибочки также. Я сразу из пакета их надо переложить. И вот сыр для хачапури, мои дорогие. Вот и все. Остальное все положила. Сделаю перестановку. И вот баклажаны, картофель, лук. Столько у нас запасов есть. Я так завозилась, что совсем забыла вам заснять рецепт. Но расскажу. Оно очень простое в приготовлении. Литр молока. Один яичный желток. Три столовые ложки просеянной муки. Две столовые ложки кукурузного крахмала. И варить. И один пакетик ванили. И вот варить до готовности. Вот так помешивать нужно. И пока не загустеет и не закипит. Отварила до загустения. Сейчас оно должно остынуть. Как только мы сняли наш крем с плиты. Добавляю вот столько кусочек масла. И тщательно перемешиваю, пока оно горячее. Крем у меня полуостывший. Приготовила такие пиалочки. Сейчас я раскрошу печенье, которое я сама приготовила. Сначала я наполню пиалой. Затем покрошу печенье. Вот так это получается. И сейчас залью чуть-чуть снова кремом. И сверху бананы. Я представляю, как это все вкусно уже. И сверху еще кремом. Вот так это получается. На литр молока 6 пиал. У меня 3 средних банана. Наконец-то я закончила заниматься делом. Второй день пеку. Занимаюсь десертами. Столько много времени на это уходит. Боже мой. Какая я вообще молодец. Ну, это первый мой опыт. Можно импровизировать. Можно добавлять орехи, сухофрукты, клубнику. Ну, вот сегодня я сделала и из бананов десерт. Мухалеби называется. Понравилось ему приготовление моего печенечки. Ой, сегодня распалывала эти два дня. Чаечек. Приятного нам аппетита. И футбол смотрим. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.